МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правоохранительные органы объединить усилия по контролю за исполнением майских указов президента. В частности, обратить внимание на одну из самых серьезных проблем округа – предоставление участков многодетным семьям. Об этом речь шла на расширенном заседании коллегии прокуратуры Ненецкого округа. На территории Нарьинмара до сих пор остается открытым вопрос предоставления участков многодетным семьям, а также обеспечения выданных участков необходимой инфраструктурой. Еще одна проблемная для региона сфера – ЖКХ. Управляющие компании продолжают наращивать долги перед ресурсоснабжающими организациями. При этом качество услуг для потребителей, жителей округа оставляет желать лучшего. Необходимо обратить пристальное внимание на политику формирования тарифов. К примеру, тариф на тепло в НАУ значительно выше, чем в других северных регионах, что ставит под сомнение его экономическую обоснованность, сказал глава региона Игорь Кошин. Отдельный вопрос по мнению губернатора – контроль за эффективностью использования бюджетных средств. Игорь Кошин напомнил о заброшенных стройках и прочих объектах, в которых несколько лет назад вложены значительные бюджетные средства, в том числе и федеральные. При этом подрядчиками обязательства не выполнены, средства в казну не возвращены, а к ответственности никто не привлечен. Прокурор НАУ Николай Егоров заверил, что работы по долгостроимый контроль за сферой жилищно-коммунального хозяйства станут приоритетными в этом году. Ввод жилья в Ненецком округе в первом полугодии вырос более чем в полтора раза, сообщает информационное агентство НАУ-24. За период январь-июнь в регионе введено более 6,5 тысяч квадратных метров жилья. Это более чем в полтора раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Как сообщают территориальные органы Росстата по Архангельской области, из 52 сданных в эксплуатацию зданий, 51 возведено индивидуальными застройщиками. Общая площадь завершенного индивидуального жилого строительства за 6 месяцев составила 6,5 тысяч квадратных метров жилья, в том числе более 2,5 тысяч на селе. В целом это вдвое больше, чем годом ранее. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности строительства, в первом полугодии составил 4,952 млрд рублей, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 1,1%. Неиспользуемые земли сельхозназначения по всей стране попадут под пристальное внимание. С такой инициативой к президенту страны обратилась группа депутатов Государственной Думы. Региональный мониторинг в отношении федерального закона о вовлечении в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения пройдет и в Ненецком округе. 20 июля на пресс-конференции ТАСС заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов вышел с инициативой о проведении мониторинга правоприменительной практики четырех федеральных законов. Речь идет о законах о торговой деятельности, сохранении лесного фонда страны, создании лесопарковых зеленых поясов вокруг крупных городов и мегаполисов и о вовлечении в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. Мы считаем и уверены, что эти законы должны работать. Часть этих законов, о которых идет речь, носят рамочный характер и требуют разработки и принятия нормативно-правых актов, в том числе и на региональном уровне. Это важные резонансные законы, прохождение которых в парламенте вызывало, в том числе и сопротивление со стороны различных групп, и, мягко говоря, не все им были рады. Осуществлять мониторинга будут четыре федеральные мониторинговые группы. В каждом регионе будут созданы соответствующие региональные. Наша задача детально, предметно изучить, как эти законы реализуются, какова правоприменительная практика на территории Нинскоавтономного округа. В частности, мы сосредоточимся в основном на законе о порядке изъятия земель, земельных участков и земель сельхозназначения, которые используются не по целям. Для нас это актуально. В состав мониторинговой группы Нинницкого округа войдут депутаты различного уровня, представители профильных органов власти и экспертного сообщества. Возглавит группу советник губернатора Сергей Свиридов. По его словам, из всех четырёх законов для Нинницкого округа сегодня более актуально использование земель сельхозназначения. Территория региона занимает чуть больше 17 миллионов квадратных метров. Из них 16 миллионов как раз занимает площадь для сельхозугодий. Это более 95%. Ни одного такого региона в России больше нет. Мы уже предварительно проблематику обсудили, в том числе и в Департаменте природных ресурсов, где как раз те болевые точки, которые сегодня существуют, нам обозначили. У нас, конечно, немножко положение другое, чем в тех же южных регионах Российской Федерации, где в основном речь идёт о сельхозугодиях, это пахотные земли, где что-то сеют, садят. У нас же как раз речь идёт об оленях пастбищах. Есть хозяйства, где по поголовью оленей не хватает этих пастбищ, а есть хозяйства, где их избытки, и они не используются в полном объеме. Ну, это вот проблема, которая сегодня на поверхности лежит. Максимально эффективное использование земель сельхозназначения – та цель, которую преследует федеральный закон, и та задача, которую должны выполнить регионы. Если угодья не используются по назначению, их надо отдать тому, кто будет производить на них сельхозпродукцию, выпасать стада, заготавливать корм. Как пример, да, есть остров Калгуев, на котором на сегодняшний день СПК потерял полностью поголовье оленей. Оленей нет. Формально участок числится за секретным производственным кооперативом. Вот. И его нужно изымать, если производственный кооператив не собирается дальше разводить оленей, и передавать его другому собственнику, который займётся там, разведением оленей, и будет работать и производить средственную продукцию. Вот. Может быть, конечно, до этого не дойдёт, но в соответствии с принятым законом появляется такой механизм для того, чтобы это осуществить. Весь механизм, который позволит привести в порядок ситуацию с сельхозугодьями, прописан в новой редакции федерального закона о вовлечении в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. Данную работу будут начинать органы Государственного земельного надзора. Это федеральные органы власти, которые по результатам своей работы будут нам направлять на материалы. И мы уже, как исполнительный орган власти субъекта, будем начинать процедуру изъятия земельного участка в судебном порядке, а в дальнейшем выставлять его на торги. Мониторинг продлится до конца августа. Там после его результаты будут доложены президенту Российской Федерации. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Более ста вакансий для потенциальных соискателей. Ненецкая окружная больница продолжает привлекать медицинские кадры для работы в регионе. Шесть кандидатов от партии и три самовыдвиженца. В избиркоме завершился прием документов от кандидатов депутата Госдумы. В избирательной комиссии Ненецкого округа завершился прием документов от кандидатов депутата Госдумы 7-го созыва. По итогам периода документы подали шесть кандидатов от политических партий и три самовыдвиженца. Теперь в избирательной комиссии приступят к регистрации кандидатов. По итогам периода выдвижения в избирательную комиссию Ненецкого округа поступили документы от кандидатов, выдвинутых политическими партиями и самовыдвиженцев. Партию «Единая Россия» на выборах в Госдуму представит Сергей Коткин, партию «Родина» Наталья Солуянова. От «Справедливой России» выдвинут Виктор Шустров, Либеральной демократической партии России Андрей Смученков, КПРФ Александр Саблин и коммунистов России Алексей Лебедев. В порядке самовыдвижения документы подали Мария Полякова, Владимир Кисляков и Максим Малышев. До 3 августа самовыдвиженцам необходимо сдать пакеты документов и листы с подписями избирателей. Следующий этап – это идет этап регистрации. Они должны быть зарегистрированы, кандидаты. Если партийцев мы зарегистрируем в течение предстоящей недели, то самовыдвиженцы у нас, говорю, уходят на начало августа. Там у нас после представления документов в течение 10 дней у комиссии есть время для того, чтобы изучить представленные на регистрацию документы, в частности подписные листы, и, соответственно, принять решение по существу – регистрация либо отказ от регистрации. Рабочая группа по приему документов запрашивает необходимую информацию о кандидате в различных ведомствах – налоговой службе, ГИБДД, ОМВД и других инстанциях. Проблем в проверке документов здесь нет. Система проверки документов между избирательной комиссией и учреждениями и организациями выстроена, она налажена, она на протяжении многих лет уже действует. Также на семинаре в избирательной комиссии обсудили вопросы участия представителей средств массовой информации в предстоящих выборах. Журналистам рассказали об изменениях в законодательстве, регулирующем думские выборы, и особенностях освещения избирательной кампании. Мы сейчас переходим в такую активную стадию. Мы переходим сейчас, скажем так, будем активно пользоваться своим статусом как политическая полиция. Мы будем наблюдать за кандидатами, за тем, чтобы они правильно использовали своё право на агитационную деятельность, на информирование. Сами кандидаты также точно понимают о том, что законодательство у нас детализировало. Сейчас предметное использование новых даже средств массовой информации и информационных агентств, и сетевых изданий. Помимо думских выборов, на территории Ненецкого округа идёт подготовка к выборам в Малоземельском сельском совете. Сегодня на должность главы муниципалитета и на должность депутата выдвинута по одному кандидату. Приём документов для выдвижения данных кандидатов заканчивается 31 июля 2016 года. Валентина Чибичик, Антон Водряков, Телеканал «Север». Более ста вакансий для потенциальных соискателей. Кадровый голод в сфере здравоохранения Ненецкого округа существует не первый год. Решить его помогают приезжие специалисты, но лишь частично. Десятки рабочих мест в медицинских учреждениях региона продолжается оставаться свободным. В ком округ нуждается наиболее острый, какие плоды приносит работа по привлечению кадров, выяснила наша съёмочная группа. Они возвращают нам физическое, а иногда и духовное развитие. Спасают наши жизни, вытаскивая порой с того света. Речь, конечно, идёт о медицинских работниках. Кадровый дефицит здравоохранения, который существовал уже давно, существует и сейчас. Решить его помогают приезжие специалисты. Уже сейчас в Нарьинмар приехал врач-травматолог из Липецка и главный хирург из Архангельска. Но свободными до сих пор остаются 100 вакансий. В ком наиболее остро нуждаются жители, узнаем прямо сейчас. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, в ком наиболее остро нуждаются округ из врачей? Как вы думаете? Да не знаю, я так про себя, допустим, скажу. Ну, там интересная история вообще. Я две недели на больничном сидел. Ходил только, знаете как, анализы давать, куда только не посылали. Но я сам чувствую. У меня остеохондроз, обычный остеохондроз был. Меня только куда только не посылали. У нас нету травматолога нормального, нету у нас эндокринолога один всего, очередь к нему ужасная. УЗИ вот четыре месяца ждала, чтобы на УЗИ попасть. Всегда они помогали, что попросили за... Обращались, да? Обращались, да, всегда. Трудные минуты всегда получаются. Очень хорошо всегда. Хорошо у нас и врачи, и медики, и все хорошо, нормально. Спасибо. Не приходилось мне, чтобы не попасть. Я иду так, и всегда как-то позвоню, есть прием, есть. Мы особо-то и часто не ходим. Сегодня ситуация в сфере здравоохранения в округе складывается не лучшим образом. Зачастую попасть на прием или сделать необходимое обследование просто невозможно, ввиду отсутствия специалистов. Регион нуждается в специалистах по УЗИ-диагностике, лучевой диагностике, акушерах-гинекологах, педиатрах, оперирующем лоре и других врачах, а также в среднем медицинском персонале. В настоящее время нехватку кадров, возникшую дополнительно из-за летних отпусков, помогают решить врачи из Архангельска, согласившиеся на время заменить коллег на Ринмаре. В частности, в столицу НАУ приехали акушеры-гинекологи и неонатологи. Также ряды людей в белых халатах пополнил бывший главный хирург Архангельской области Андрей Березин. Вернулся лор-врач, который уезжал из округа. В ближайшее время планирует приехать травматолог из Липецка. За пять месяцев жизни и работы в НАУ не было ни дня сожаления о приезде в регион. Делится впечатлениями молодой врач-анестезиолог-реаниматолог из Архангельска Виктор Захаров. Условия очень нравятся. То есть с февраля, как я приехал, еще не пожалел о том, что выбрал данное медицинское учреждение. Устраивает все. Устраивает и коллектив. Достаточно дружно меня встретили, всему обучили, все показали, то есть освоился сразу же. Устраивает и заработная плата. И очень такой хороший момент – это компенсация за съем жилья. Тоже достаточно привлекает специалистов. Многие приехали из других регионов, как вот я. И это очень такое хорошее подспорье. Меры поддержки для врачей, как архиважная задача по привлечению и сохранению кадров, обсуждалось и на последней перед депутатскими каникулами сессии. Речь говорит о том, что врачами среднего медперсонала была предоставлена мера поддержки из нашего бюджета, которая компенсировала им часть затрат на поднаем жилья. В настоящее время мы решили данный вопрос о оказании материальной помощи и компенсации в этом виде, в том числе и младшему медперсоналу. Ждут в Ненецком округе молодых специалистов. Как говорится, будущее за молодежью. По итогам ярмарки вакансий в Северном Арктическом Федеральном Университете 11 студентов-медиков, обучающихся на пятом и шестом курсах, изъявили желание приехать после получения диплома в Ненецкий округ. Кроме того, больница сотрудничает с Министерством здравоохранения Российской Федерации и информация о вакансиях в Ненецком округе будет направлена по линии ведомства «Медицинские вузы страны». Работа активизирована. Ждем результатов. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Символ духовного возрождения Северной Земли. На территории Богоявленского храма установлен 7-метровый лиственничный крест. Центр столицы Ненецкого округа отмечен крестным знаменем Русской Православной Церкви. Деревянный поклонный крест установили на территории Богоявленского собора. За действием наблюдала Надежда Литкова. Традиция установки поклонных крестов идет из Древней Руси. Такие памятники призывают к поклонению Спасителю, поэтому и именуются поклонными. Крест – это благое и легкое бремя. И, наверное, не случайно, что и мастер, который его изготовил, носит имя нашего покровителя, русского севера, Сергий. Потому что созидатель Северной Фиваиды, который благословил устроение духовное северных пределов, ставших неотъемлемой частью Святой Руси, преподобный Сергий Радоник. Я совсем недавно вернулся из Троицы Сергиевой Лавры, где вместе со Святейшим служил, вознося молитвы о нашем родном севере. Слава Богу, это знамение духовного возрождения нашей земли. С чем я и поздравляю всех наших жителей, наших братьев и сестер в вере. Изготовление креста стало возможным благодаря участию епархии в конкурсе грантов для некоммерческих организаций. Описали, что это действительно необходимо, что он несет свою такую составляющую для окружающего мира и для воздействия на духовность, на духовную составляющую человека. И нам дали этот грант 300 тысяч. Освящение креста назначено на 14 августа, первый день поста. В этот день церковь совершает праздник изнесения – древ честного животворящего креста. Семиметровый лиственничный крест весом 1200 килограмм изготовлен в городе Архангельске и доставлен в Наринмар по воде. Крест предназначен стать символом духовного возрождения Северной земли. Еще один поклонный крест высотой 8 метров прибыл в Заполярье из Санкт-Петербурга. Он будет установлен в Пустозерске на месте храма Преображения Господня. Надежда Литкова, Антон Водряков, Телеканал «Север». На этом пока все. Увидеть новости можно и на нашем сайте. Адрес trk.sever.ru. Далее прогноз погоды. Продолжение следует...